из этих шкур потом сделают либо такую теплую накидку на чум она называется нюк либо одежду для оленеводов традиционную мы чуть позже покажем как она выглядит несмотря на то что сейчас очень много современных материалов которые сохраняют тепло здесь тундры и продолжают носить одежду из оленей шкур ну просто потому что ничего теплее для здешних морозов еще не придумали раньше этот навык изготовления одежды и там накидки на чумы из оленей шкур передавался из поколения в поколение но постепенно с приходом цивилизации он стал забываться героиня наш сегодняшний серия решила что это несправедливо создала дом ремесел и сейчас вместе со своей мамой они шьют традиционную одежду оленеводов в том числе и на заказ это будет очень теплая история о любви к своей семье земле и традиции молится на местная у вас ее заказывают или не водит а у него для них это обычная одежда да конечно у нас еще бывает заказывает допустим из латвии но я понимаю в архангельске там музей заказывают да но в латвии почему-то тоже заказали малицы сделать дома и такие большие малицы ростом по два метра огромные были абсолютно мальцы я ненка вот ненка это переводится как человек настоящий человек ненца настоящий человек вот русских мы называем лутца другой а какой-то иностранец англичанин и я ненцы у нас получается в немском округе на ямале на таймыре мы все понимаем друг друга увидимся встречаемся я радуюсь очень вижу когда из других регионов не очень приятно с ними общаться разговаривать по-русски здесь настолько все продумано да почему поница да почему мужчина вот так одевается а у женщин так потому что кормить ребенка да она широкая потому что там у нас у нас нет туалетов то есть садиться чтобы удобно и чтобы не ничего там не не запачкаться ничего такого мне хочется сохранить мне хочется знать чтобы наши дети тоже знали все традиции все техника мастерства шитья то есть сейчас теряется с такими темпами на самом деле уже очень страшно становится потому что мастера старые уже умирают кто-то в силу возраста кто-то просто отказывается уже этим заниматься я верю в то что сохраняя традиции мы мы сохраним самих себя и очень важно знать кто ты откуда ты где родился тайбари лилия мартыновна мне 40 лет а занимаясь я индивидуальный предприниматель и еще я председатель общины лимбя переводе орел и и То есть унитазы поставили, но воду не провели. Хотя можно было сюда воду провести на самом деле. Возможно, предполагается, что этот дом будут скоро сносить. Вы пока тут живете? Я тут пока живу, да. Жилье муниципальное. В свою очередь, когда-то 15 лет стояло на это жилье. Я просто здесь сплю. Питаюсь я там, бывает у мамы. Сестра у меня тоже внизу живет, у дяди. Тоже квартиру снимает, а дети в тундре ездят. Я обратилась к нашему тогда бывшему губернатору, сейчас уже, Игорю Викторовичу Кошину. Обратилась с просьбой, что само мастерство шитья из меха уже пропадает на самом деле. Сама традиция, все это уходит. И мы в то время как раз шили в таком маленьком помещении, у нас было очень холодное. Уже. И я вообще не знала, как этот вопрос решить, в принципе. И тогда я обратилась к Игорю Викторовичу, и он обещал помочь. И свое обещание он сдержал. Это не говорит о том, что я закрываю дверь. Просто говорит о том, что у меня нет дома. Вот и все. На самом деле, при желании, конечно, это может быстро все сорвать. Но у нас все-таки в деревне нет еще такого, что прям надо повсеместно закрывать дверь всегда. Часто бывает, даже сторож поставишь, и все. Нет сторожа в домочке. А что такое сторож? Такая полка, обычно деревянная. Значит, обращался к нефтяным, договаривался с нефтяными компаниями. И сам ввел переговоры. Чтобы вам это построили. Да. И потом со строительной компанией. Со строительной компанией нам звонили, просили проект этого здания. Папа полностью этот проект сам начертил. И потом уже сами проектировщики все, они, архитекторы, или как их называют, они уже сделали все правильно, как нужно. И отправили нам это здание, как оно будет выглядеть, что в нем будет. Все, мы согласовали и нам и уже отправили. Моя мамочка, любимая, доброе утро. Скоро забавляю, иногда заболевает, да? Ну, давайте, Муничка, пойдем. Катюша тоже уже вышла. Ну, еще, да. Сейчас в муниципалитет передали его, потому что нельзя передавать в частные руки, в ИП. Поэтому в муниципалитете сейчас. Я плачу за нее аренду. То есть первый год я платила 30%, потом 50%, 70%. Сейчас уже 100% оплата. Сейчас это уже 12 тысяч. Месяц. Да, было 12 тысяч. Ну, для деревни сейчас, в наше время, сейчас это сложно, на самом деле, платить. И я еще, как бы, даже сейчас пока не очень знаю, думаю, как бы, откуда заплатить. Сколько у вас тут помещений-то много? Много, да. У нас и внизу есть, и наверху есть. Сейчас еще одна девочка придет и вот будет таскать эти, принесет шкурки. Ну, в течение дня, возможно, кто-то еще придет. Данная ситуация, пандемия, с этим связано, да, вот, мне не очень нравится это слово пандемия. Оно, наверное, никого не нравится. Но, в любом случае, пострадали все, ну, все слои, потому что и как эта цепочка. То есть, если нет туристов, то и продажи нет. Если люди в отпуск не выезжают, опять продаж нет. То есть, у вас сейчас остались только заказы для оленеводов, получается? Ну, да, получается так. На сколько у вас просел доход? 80%. Мы собирали вот дикеросы, наши ягоды, мороженку. Мы очень в этом году поработали, постарались. Хотя бы за коммунальные я смогла оплатить, и именно на ягоды я оплатила. А вот аренду пока как бы сложно. Это мой дедушка, Иван Петрович. Мы каждое утро с ним здороваемся, чтобы он нам всегда помогал. И просто с утра здоровяешься с ним. И всегда благодарю за то, что он выбрал меня в свои промышки. Почему вам важно сохранить это место, если вы отсюда уедете, что пропадет? Я предам себя, я предам своих предков, традиции. Мы закончили переодеваться. Пойдемте чайки. Свет пока не включил. Мы пока всегда включаем свет только с одной стороны, потому что мы немного экономим. Мои родители, они всегда моя опора. Они всегда рядом, и они во всем мне помогают. Я им очень за это благодарна. Мама мне, да, она меня учит. Так как вот ее учили, ее бабушки, мама обучила ее. Так же и у меня. И, кстати, один раз я себе такой вопрос задала. Мне было, наверное, лет 18. Я маме спросила, мама, интересно, кто следующее будет шить? Вот среди, да. У нас, ведь не только я мастерица, у меня двое родные сестры хорошо, прекрасно тоже шьют. Я тогда вопрос задала. Сейчас я понимаю, что это была я. И я сейчас тоже снова задаю вопрос. Кому это я передам? Пока еще не знаю. Дочь ваша? Дочь, ну, в этом году будет поступать на учитель ненинского языка. Я очень рада. Раньше, где еще это, ручек не было, а все надкусывали. Так вот, подкусит кусочек. И там останется след. Она потому что с детства как-то все, так же, как и я, за юглой держалась. Она еще маленькая была. Однажды она мне эти занавески подрезала. Захотела шить эти кукли, эти, одежду. А свои коленки у Ритус все отрезала и делала заплатки. Вот. Вот я тогда поняла, что у нее рука будет набита. И по шерсти она вот где-то куски, где-то просит у бабушки. Бабушка, дай мне кусочек, я себе чоли зашью. Вот я уже знала, что вот она у нее это смотрит. Моя свекровь Марфа Ивановна, мужа моего, это мама. Это она вставила иголку? Вставила иголку. И до сих пор она, я ее держу. Ее уже нет уже 22 года. Если она немножко протупилась, я возьму, да немножко этим попильничком сделаю. Он опять хорошо шлет. Меня зовут Тайберей Анисия Гавриловна. Мне ровно 60 лет. Мамина, это дочка моя Лиля, еще Галина есть, Олеся и сын Дима. Это детская люлька? Это детская люлька. То есть полностью ручки складываются так. Она очень теплая, практичная и руки всегда так вот. У ребенка? Да, у ребенка это важно, потому что зимой, если не дай бог, ребенок пальчики не отморозил. И вот у нас тоже особая забота говорит о том, что мама говорит, что моя мама всем пальчики сохранила. То есть есть такое выражение, моя мама так всем пальчики сохранила. Все дети у меня в таких люльчках, я их ростила в таких люльчках. У нас родовая большая люлька была. А это маленькая, для примера сшитая линия? Это просто, знаете, для этого, для сценок. Вот эта штучка, вот видите, это у оленя, вот это очень, шерсть вот такая длинная. На шее? На шее. Это у нас считается как пеленочка. Как подгузник? Да, подгузник, как пеленка, вот так друг на друга складывается. И вот через это он отписывался, ребеночек, и повсюду все ушло. А потом она опять сухая, а внутри у нас бывает мох. Большая часть жизни, наверное, все-таки прожила в тундре. Потому что сначала в кохозе работали, в какой-то харп. Потом и в фермерство вышли, в ЕРВ, в ЕРВе проработали они в отстве. А потом уже это сюда. Конечно, первый этап, когда мы в Оленевостре ходили, хотелось, чтобы дети-то в интернатах не росли. Вот Лиля у меня старший дек. Вот и это их, чтобы дома учились, дома учились. Мы приехали в Красный, стали жить в Красном. Я тут работала телятницей, в родном на стройках работал. Муж работал. В первое время, конечно, тяжело. Такая ностальгия бывала. Где-то оленеводух увидишь, о, или олени увидишь. Мы все время куда-то отъезжали. Весной, осенью отъезжали там в тундру. Весной особенно, там наверх залезешь, тундра так и тянет. Это пушниру делаю все с хвоста, с хвостовой части. Вы сейчас растягиваете? Это уже сейчас я выделываю. Сейчас уже выделываю. У нас мукой. Когда ты живешь там, там другой мир, там свой мир, там любовь бесконечная. Там забота, там тебя холят, лелеют, любят бесконечно. Я помню любовь своих бабушек, дедушек. Было, наверное, это самое счастливое время. И быт. Да, мы уже помогали. Любовь заключалась в том, что мы сами приносили, заносили дрова. Нас там похвалят. Мы там что-то сошьем, делаем, там посуду помоем. Вы там научились все делать, мех? Да. Я шью с пяти лет. С пяти лет мне просто дали кусочек меха, иголочку, наперсток. То есть с самого начала мне нужно было научиться просто шить, держать это наперсток. Сейчас, кстати, очень многие эллиниеводческие дети не все умеют держать. Но они быстро учатся. У них, видимо, это заложено. Но они быстро это учатся. Они лежат здесь, вот эти шкуры уже лежат где-то год. Вот, то есть мы сейчас одни сюда свежие приносим, а те, кто приезжали, мы выносим на водилку. К нам приезжали, приходили к нам ученики со школы. У нас тут тоже была программа. Один месяц, два месяца мы ребят обучали всю эту технику, как это все. Очень многие дети говорят, что вот моя мама так делала, моя бабушка делала. Очень-очень многим, на самом деле, многим это нравится, с одной стороны, но многие стесняются, почему-то это очень непопулярно. Очень хорошее. И сама шкура, качество шкуры хорошее. И из них что вы будете делать? Эти светленькие мы или соберем на большую пакуашку, что мы серые хотим, а если нет, то мы не сможем собрать нужное количество, то мы продаем просто шкуры так отдельно. Без мехового, это люка, зимой холодно. Очень холодно будет. Память такая, вот уже сам представляешь, сколько надо этих... То есть вы это знаете сами, сама по себе просто? Просто сами по себе знаем, вот, все, память народа. Все вот оленеводки, все тихонечко знают, сколько надо этих шкур, на чем. Если взрослых шкур, может быть, где-то 45, более такие, сейчас ведь легкие делают, телящие берут, чтобы полегче было поднимать. Не всегда вот это много народу будет в тюме. Кто еще, кроме вас, в Ницском округе хранит вот эти навыки? Это по пальцам. Это только если в тундре, и то не у всех. 40 километров от Наленмара. Это единственный поселок, куда есть дорога. Здесь у нас СПК Харп, СПК Ерф. Вот, это две таких серьезных, больших организации. Это эти фирмы леневические, да. Поэтому я бы сказала, что да, это оленеводческий обрега, этот поселок. Сейчас, сейчас как раз время забоя, и все оленеводы рядом, они подтягиваются. Вот сейчас в это время как раз мы закупаем шкуры, закупаем камус. Камус – это как раз шкура на ногах оленя. Это как раз мы шьем из этого обувь. Как раз красиво получается и тепло. И как бы по камусу он более эстетичный и более крепкий. Они из тундры сюда возвращаются? Из тундры, да. Идут здесь по маршруту. У них как раз все так задуманы. Они здесь проходят этот просчет за бой и идут быстро дальше, чтобы следующие уже успевали. Потому что все равно надо, чтобы, нужно численность всегда держать. И чтобы слишком много тоже не было, чтобы тундры не было черной. Это коммунальный, это за транспортировку газа не пришло. У вас долг? Есть, да. С марта. Вы просите какой-то помощи, может быть, у чиновников у Министерства туризма? Да, я обращалась уже несколько раз. Я просила о уменьшении. То есть, в принципе, я даже могу вообще по закону, можно сделать так, чтобы мне эту арендную плату убрали и пользоваться на безвозмездной основе. Пока отказ. И потом уже в ноябре я снова глава администрации сам уже предложил, чтобы мы поработали над этим. Он уже согласен. Там уже другие люди, депутаты. Получается, почему-то они отказались, потому что сказали, что есть народ, есть вы. Ну, то есть, я не очень понимаю. Я ведь тоже такой же человек, и я предприниматель. Мне кажется, что все-таки я на сегодняшний день, наверное, самый уязвимый слой населения. Мне непонятно причина их отказа. Ник, заказывал Марицу, он сейчас звонил, что, по-моему, ему не нужна она. Ну, он вообще в другом регионе где-то находится. И его нету. Вот он отправлял на ремонт. Вот свои эти. Вот в этом он ездил на охоту. Вот в этот, видите. Он на охоту ездил. Это мы ему обратно отправим. Многие скажут, 21 век у нас. Современные материалы. Зачем шить одежду из оленик шкур? Я вам расскажу историю одну. К нам приехал один молодой человек. Он русский. Он нам заказал Марицу. Он довольно обеспеченный. И он мне сказал такую вещь. Он говорит, понимаете, я покупал какие-то финские там дорогие эти самые. Покупал какие-то еще суперутепленные куртки. И все, все продувает. И сейчас хочу попробовать купить, вот уже Марицу шить, чтобы проверить. Приходит и рассказывает. Вы представляете, еду на снегоходе. И как-то качнулся. Поворачиваюсь. Оказывается, ветер начался. То есть это настолько непродуваемо, да? Человек даже не понял, что на самом деле ветер поднялся. Вот настолько вот в нем тепло. То есть вот люди сейчас уже больше понимают, что это важно. И понимание это приходит постепенно. Вначале люди, да, начали куда-то там заказывать, что-то там все. А тихонько обратно возвращается. У вас есть сейчас заработок какой-то в месяц, или вы в ноль работаете вообще? Сейчас пока в ноль. Даже не в ноль, наверное, пока вообще убыток. Ну, на данный момент, допустим, еще не... Ну, это временно, я так предполагаю, потому что, наверное, очень многие же закрываются на сегодняшний день. Вот. Я хотя бы держусь, это уже хорошо. Сейчас я вам буду суп разогревать. Вот это кровь. Вот это кровь? Ага, свежая. Кровь, водичка, вот это яйцо, и угасу на это, на грибе. Сода. Кровь оленя? Оленя кровь. Все, это уже не к животному. Даже нельзя, чтобы если олень даже состарился, нельзя его где-то среди кочек, среди кустов оставить. Надо его или товарищу отдать, если твой ездовой олень. Товарищ пусть лучше сам товарищ съест. Или сдал на мясокомбинат. Это очень такое уважение к этому оленю, потому что олень все, это жизнь. Это едешь, одеваешься, кормишься от оленя. Все, это почти съедает его всего. Это варенье из морожки. Которые собирали Анисия Гавриловна и Лиля. Это вот те самые кровяные блины. И это все вместе, скажу я вам, очень вкусно. Я знаю, что ей тяжеловато, очень тяжело. Ей надо и это, и это, и все надо. Вот я потому ей, хотя сейчас на пенсии, я все время там нахожусь, стараюсь ей помочь. И отец ей помогает очень. Мы стараемся. Видимо, ей тяжело. Где-то чего-то добиваться надо. Чего-то и из-за зданий, всякие разные споры были. Кто-то хотел его под гостиницу, кто-то под цельсовет хотел. Ну что, вот так вот. Дело в том, что олени всегда будут. Их охранять всегда надо. И надо, чтобы умел кто-то делать это. И надо обязательно сохранить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!